Зуд в глазах и носу, першени в горле и даже астма – все это симптом аллергии на пыльцу или полиноза. Принято считать, что конец апреля и май – это самое неблагоприятное время для аллергиков. Вовсю цветут деревья. Но, например, ольха зацветает гораздо раньше и может выбросить сережки в марте. В этом году у нас была аномально теплая зима и определялась низкая концентрация пыльцы, зерен, ольхи уже в январе месяце. Доктора советуют людям, страдающим от полиноза, как можно меньше выходить на улицу. Особенно, когда начинает засветать самый сильный аллерген – береза. Этой весной карантинные меры сыграли на руку аллергикам. Они умеют соблюдать режим самоизоляции, как никто другой, потому что так они легче переносят болезнь. Облегчают аллергические реакции медицинские препараты. Если условно самоизоляция закончится в середине мая, когда еще будет продолжаться пыление, потому что оно обычно заканчивается где-то к началу июня, прогнозируемое пыление, может быть, в этом году даже немножечко дольше, но посмотрим по погодным условиям, как получится, то выйдя на улицу для них это не будет неожиданностью, потому что они все и так получают терапию. Об уровне концентрации пыльцы деревьев в воздухе можно узнать на специальных интернет-порталах и через мобильные приложения. Например, Полинклаб показывает не только уровень пыльцы в текущий момент, но и дает прогноз на следующий день. Эта информация поможет аллергикам планировать прогулки и тем самым свести к минимуму аллергические реакции.